привет вот я сижу на этой скамеечке ну вот здесь перегородку сделали опять-таки чтобы наверное это никто не спал здесь птица какая-то там пролетела вот я в прошлом видео рассказывала что пожар явно был не в этом тысячелетие но я имела ввиду этот третье тысячелетие что за 22 года здесь наверно пожаров не было я так думаю если был то в прошлом веке в этом в этом наверно в двадцать первом веке не было пожаров я так думаю пошла я дальше снимать встаю вот люди даже с собаками здесь гуляют собакам это полезно подышать свежим воздухом они как люди так опять какая-то табличка но это надо так redwood ссорил что такой не знаю смотреть некогда он там тоже пожар был видно что сгорело нутро ну деревья если есть пожар был пожар они все равно вот продолжают расти и стоять еще тысячелетиями но зато дают жизнь новым деревьям вырасти пожары ну хоть бы никакой дерево не упала что ли на голову то а то вот я вот на это посмотрела ведь же она упала когда-то вот она лежит как-то же она падала немножко покосилась опять-таки вон внутри сгорела вот так вот она лежит такое сколько шагов я померяю вот отсюда ну вот я вот сейчас прошла 23 шага и туда еще наверное 30 50 шагов это где-то не знаю сколько метров 40 метров опять вот упала тоже горела прям как этот получился как мост их не убирают отсюда во первых это наверное невозможно сделать убрать их отсюда это же надо технику навозить дорогу строить для техники зачем они вот так вот их распилит и положит для туристов как упала там даже она поломалась природный мост через эту речушку если она когда-нибудь с водой бывает я раньше так любила вот эти спила но у нас дома не были там у папы и так все время мечтала вот я чтобы себе выпилить такие мне терпения хватало я пилила пилила потом бросала это дело мне очень ни на что терпения не хватало раньше так вот она как-то выросла вот так вот я иду как подаркой вот так брейкин ферн но я поменьше стал задыхал задыхаться а если я вот так вот буду еще и ходить хотя бы раз в месяц ну что мне пройдет вот это пусковидная пусть 2 к видно и там он тоже тропа есть он я вижу ну молодцы что они вот так вот проложили что хоть видно было где ходить то чтобы не заблудиться так пень какой большой вот это дерево опять таки как будто бы она из трех состоит на экране светло вот я уверена когда я буду пересматривать это все будет как пустыне как будто я хожу а на самом деле я в лесу хожу в редвуде какой-то кустарник здесь в общем мне уже хочется назад ну не домой а вообще вот чтобы не хочется вперед идти такой маленькая он то лежит я взяла с собой теплую куртку и это ну вечером на на холодно здесь даже если лето папоротники опять появились опять таки кто поставит лайк этому видео вот этот папоротник принесет счастье там такой обгорел и все я туда пойду если есть туда вход сейчас я посмотрю вон сейчас я приближу обгорел и все может отсюда вот выведет это трампа туда папоротник он по-моему вообще если его это выращивать дома там или чё она по-моему приносит полезное так что здесь написано туда куда то так что здесь в общем 030 мая это значит будет где-то ну где-то меньше километра и вот здесь вот тоже что-то написано пикник эре арс тронг 3 дискавери трейл дискавери это по-моему открытие армстрек это дерево на так называется так она на ту тропу я конечно отсюда наверное не попаду а мне бы надо вот за ними туда пойти что ли тоже упала но это вот который я говорил кустарник вот листья вовсе это косы не кустарник а дерево какой-то ну не рыд вот что-то кусается уже она тут трейл отсюда не попасть а вот так ходить это тоже опасно наверное не знаю так вот папоротник он и продается в хом дипо и дипа и вообще везде опять обгорела можно купить и думаю его выращивать вот так то что динозаврики ели и она размножается а чем она размножается вот здесь вот у него есть размножающийся орган этими не семенами а спорами что ли что-то я такое слышала что когда зацветет папоротник а вообще он никогда не цветет как вот инжир он тоже по мне когда не цветет один раз там какой-то год был не помню какой это сколько было лет десять назад что пустили слух что инжир зацвел и для женщины это такой плохой знак это плохой год надо обязательно что-то раздавать белое и весь год вот так вот раздавали белый или сахар там или еще что мороженое белое только не придумывали я же рассказывала вот видео где этот сан рафаэл весь немало что только не придумывали вот так вот для того что может быть это как-то помогает наверное все таки помогает я так думаю потому что вот откуда у меня вот такой простой труженицы вот деньги на все вот это сюда приехать 10 долларов заплатить как-то находили же эти деньги это обгорело все как туда пройти даже не знаю ну поверьте на слово что там все обгорело так вот я хочу сказать с ворд ферн я это ничего не понимаю ну вот я начала рассказать о том что вот простому человеку это все доступно а я поэтому вот в своих видео рассказываю что почем где что откуда я знала вот тоже сгорела что вот такая красота есть да еще около санта розы ну местные жители конечно подсказали на руку садится мушкара это я так отгоняю дую и отгоняю ну часто приходилось помогать с другим кто-то приходил все время деньги занимать кто-то и не отдавал и причем крупными суммами и на все это рукой машешь долги прощаешь помогаешь чем можешь все отдаешь и деньги и вещи и сама в одной кофточке остаешься но я уж не буду говорить еще в чем одном то опять горела и все равно вот находятся же деньги ой там прям целый пожар был находятся деньги что вот на другой континент прилететь ведь ни у кого же еще ничего не просила никто не помогал за билет не платил один раз только мне сын оплатил билет ну это из-за того что я ему весь год деньги высылала у меня и не было таких денег вот в четырнадцатом году прилететь две четыреста две тысяч четыре состоил билет и всегда помогаешь отказывать нельзя было в двух религиях и в мусульманской в христианской когда просят надо дать и не надо спрашивать как этот батюшка кирилл учил нельзя спрашивать на что эти деньги идут даже если на наркотики это не дело попросил дай он еще учил счетам богатые отдают там немножко а бедный все отдают от все отдай в общем это все может быть все таки помогает в какой-то мере не но я не призываю все отдавать я и сама ни в случае сейчас бы так уже не сделала если вернуться назад не мучила бы себя сейчас тоже ну если конечно конкретно нужна помощь конечно это можно если в твоих силах а сделать так нет конечно такой воздух ветерочек ну это так мои рассуждения это только так и я так думаю может кто-то думает про по-другому никогда у меня такого не было чтоб я за чужой счет что-то где-то я проехала где-то там в ресторане за себя не заплатила ну там господи копейки 8 долларов 10 долларов но все же или кто-то мне проезд заплатил в автобусе не на бывали такие случаи когда всю зарплату а дальше отдашь родным нас еще денешь на работа нету денег на автобус проехаться и стоишь на остановке пока знакомого не встретишь там четыре копейки он себя заплатит или знакомая но обычно всем предлагают же или даже не спрашивая платят потом бог все дается назад я не скажу там в семикратном размере в 70 или в 700 кратном размере может быть так а может быть даже в семитысячном добро делаешь тебе все это возвращается может и глупости какие-то говорю ну вот говорю давно хотел сказать вот представился такой случай обо всем этом рассказать что простому человеку все это доступно тот кто думает что нет никогда откуда деньги оттуда и берутся эти деньги от любви к людям нет ну бывает часто что вот помогаешь отдаешь там все помогаешь и деньгами и вещами и даже вот образованием туда дальше не пойду боюсь заблудиться так вот сюда я поворачиваю назад это наверно для велосипедистов для нас пишет пишет вот так но я все равно отсюда пойду потому что оттуда то я уже ходила отсюда не ходила пойду отсюда туда еще можно пойти я уже забыла о чем я говорила но вот в принципе вот я начала рассказывать о том что это в двух религиях и в мусульманской христианской когда просят нельзя отказывать в помощи ну если возможно конечно бывает что невозможно это у меня свекровь такая героическая женщина была ну я уже наверно где-то рассказывал 10 детей родила на 9 живых было один там через 40 дней умер маленьким младенцем там он каким он был четвертым или пятым ребенком их вырастила почти всем практически всем она дала высшее образование муж рано умер она сама прожила очень долго вот невзирая на все это маленькая такая была я уже иногда так рассказывал про нее и как-то пришли эти бедные но эти бедные там к не ходили я не знаю кто это был или это были беженцы какие-то там не знаю откуда или это цыгане были пришли у нас как раз соседка к нам приходила и этот ну я вытащила денег-то не было в декрите сидела вытащил там батон у меня был я не купила себе со своей семье я вытащила этот батон дала им они с таким чуть ли не отвращением взяли может потом выкинули не знаю и так обратились к свекрови так нет 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 у меня нету там но она стояла там бриллиантах с золотыми бусами нашли и дома находила в пан бархатах но хорошая женщина была ничего не скажу и кстати вот она умерла очень легко она умерла как раз вот был гадр гиджа 22 декабря это вообще такое счастье это сразу в рай попадаешь умереть в такой день в гадр гиджа до еще 22 декабря прямиком в рай и она сказала нету или что он там сказала там начала у меня у самой там 9 сама 9 детей вырастила и соседке я сделал замечание молодая была она даже моложе меня была или ровесница моя была она так нельзя если пришли и просят надо дать хоть что-то но надо дать так она сказала но я всегда этому следовала может зато бог и дает все слава богу слава аллаху всем кто во что-то верит или в кого-то верит в общем я наверное ошеломлена вот этим всем всей этой красотой и вот так разоткровенничалась и про свекровь заодно свою рассказала ну сама уже теперь свекровь слава богу ну вот это вот нету вот как-то усложнить невестки жизнь там или как-то ее обидеть чем-то или фыркнуть или там сделал замечание что-то не убрала за собой или еще что-то нет сама все делаю привыкла всю жизнь сама все делать это не трудно замечание для этого конечно делать не надо просто молча убрать да и все что там господи было бы из-за чего молодая была вообще сил ни на что не было ну что не знали как правильно жить-то сил ни на что не было и так вот как-то то мама придет а посуда не помытая в раковине стоит то свекровь придет посмотрит на эту посуду и думаешь блин вот жила бы отдельно да и можно было бы оставить эту посуду и утром помыть когда утром всегда сила бывают почти всегда но так вот не получилось мы не одной пожить может это и к лучшему очень плохого в этом ничего нет конечно не жить одной эту каждая невестка она мечтает жить отдельно от родителей от свекрови машина ездит не знаю здесь может можно машинах ездить так обгорелые такие деревья вот наверное я вот это видела может быть я еще показываю вот такую красоту ухожу в такой красоте до redwood и рассказываю о чем-то бытовом может я неправильно делаю ну я хочу вселить надежду что в жизни все возможно так сзади кто-то тоже опять сидит опять машина вот я наверно пошла по такой тропе по которой нельзя ходить нам пешим но я вот пойду туда за этими машинами потому что я уж не знаю как вот меня отсюда выбраться теперь может я и далеко-то пойду господи я и не знаю даже ну вот как в таха здесь нету вот туалетов на каждом шагу в таха вот я не рассказывала я не люблю об этом рассказывать там все условия чтобы бродить ходить смотреть наслаждаться здесь по моему нету а в конце где-то есть сказали туалет но я туда не пойду очень далеко наверное куда-то я не туда пришла но в принципе если горы у меня с левой стороны то в город и я туда не зайду это дорога не зайдет она привезет в этот визитор-центр откуда все начиналось вот я наболтала наверно лишнего давить его если мы внешне понравится придется же удалять там многие места так опять лежит дерево подточенная жучками паучками еще его так отгородили но дали возможность и с этой стороны пройти вот с этой стороны пройти к нему и посмотреть и может быть даже и руку засунуть туда но если кто уж сильно любопытный чтоб там не укусила ничего как я сказала просунуть или засунуть просунуть наверное извините меня не образованные шибко так вот такое вот дерево но на очень высокая наверное два с половиной четырех или пятиэтажных зданий вот так вот я с чем еще городской человек я с чем еще могу сравнить же в городе всегда жила и росла и была и на пенсию вышла красиво такая вот стена была бы если и цвет такой красивые но на экране конечно он красивее красивее а ну шан уже это подпаленное я не знаю даже о чем бы рассказывать вот так вот идти и о чем еще рассказывать о деревьях таких вот раньше и не слышала про них ничего не знаю про папоротники знаю что динозавры их ели что размножаются они вот этим вот способом спорами как она называется то семян то у них наверное нету или есть может кто то знает дышится очень хорошо здесь уже 25 минут я наверно заканчиваю и может быть еще дальше буду снимать ну снимать то буду а уж получится выложить или не не получится уже посмотрим так что написано рейнджер стейшн наверное туда не надо вот туда же надо пойти наверное и показать этот армстронг 3 пойду вон туда ну все на этом прощаюсь и продолжу дальше снимать вот с этого же места пока